Всем привет! С вами Мария и Георгия Короленко, компания Florarium Plants. Сейчас мы находимся в Москвариуме, за окном зима. Да-да, мы так долго обрабатываем наши ролики. И сейчас мы будем переделывать террариум для пантерового хамелеона. Здесь он же жил. Произошел уже демонтаж этого террариума. У него достаточно забавная судьба. И мы сталкиваемся с первыми веселыми вещами. Первая веселая вещь – это трещина в дне, которая возникла, видимо, вследствие того, что здесь лежал шнур для подогрева пола. И он уже был здесь на задней стенке, как мы видим, остатки гари. Он загорелся, поскольку не был гигроскопичек. И возникла вот эта вот трещина, которую нам теперь надо заделать, чтобы все осталось герметично. Изначально мы решили, что эта трещина возникла из-за того, что он стоял неровно. Но все-таки, скорее всего, это из-за перепада температуры. Причем здесь очень толстое стекло. Триплекс, примерно 30 миллиметров, по-моему, у него толщина. Вот она, гарь. И нам надо ее счистить. И самое главное, надо придумать, как подогревать бедного хамелеона в данных условиях. Потому что ночью температура в Москваре не падает до 19 градусов. И вентиляция в этой емкости очень-очень сильно большая. Как вы видите, мы уже приступили к процессу. Это то, что мы подготовили для монтажа. Как обычно, коряги. Куча всяких инструментов. Но мы же не можем делать просто. Надо получать удовольствие от процесса. Уже приклеены решетки. И сейчас кожа находится наверху. Работает на данный момент с вентиляцией. И с закреплением светильников. Как мы видим, стекло уже починили. Здесь сверху наклеили еще одно вставное дно. Все уже очистили. Осталось немножко в гаре. И сейчас, видите, закрепляем минифермерские светильники подвесные. Здесь стекло решили не менять. Оно толстое. Но единственное, что мы заменим впоследствии само стекло, которое задвигающееся. Вон вентиляция. Посмотрите, какая она огромная и мощная. Мы собрали вентиляцию. Как мы видим, она сделана из вентиляционных коробов. Имеет такую достаточно забавную форму. Это не просто так. Здесь будет возможность менять мощность этой вентиляции. И сделана она для того, чтобы не запотевало у нас переднее стекло. Как раз оно же является обзорным. Здесь в коробу будет монтирован вентилятор с различной мощностью. И будет у него возможность увеличивать или глушать ее. Как обычно, для короба мы используем решетки. И сейчас будем монтировать, собственно, сам короб для вентиляции. Используем для крепления решеток ПВХ клей для ПВХ. Это очень удобно, быстро получается, гораздо аккуратнее. Склеивается все в течение 10 минут. Скажем, это намного быстрее, чем стяжки. В клейме используем космофен, продающийся в Леруа и в других строительных магазинах. Даже на озоне его сейчас можно купить. Как мы видим, внутри короба мы набываем ребра жесткости. Это обязательно условие. Мы хотели сделать очень красивый террариум. И здесь будет неровная форма береговой линии, потому что будет водопад. Водопад будет достаточно сложной технологией. И максимально приближен к природному внешнему виду. Итак, мы заложили уже внутрь. Смотрим. Сейчас нам надо вырезать форму нашего берега, нашего водоема. Мы раньше заклеивали эти части решетками просто. Но сейчас мы будем стопать несколько проще. И все увидите. Уже все завернуто. Видите, кусанные кусочки. Еще заворачиваем в ультрасилу. Ультрасилу, соответственно, 60, как обычно. Коряги. Коряги дуба мы выбрали для этой прекрасной затеи. Мы вообще больше любим дуб, хотя сейчас пользуемся и другими декорациями. Время харда. Мы так слегка помучились. Тут же надо сделать так, чтобы было видно со всех сторон. Плюс она просматривается. Композиция мало того, что угловая, так у нее точка просмотра не одна. Поэтому мы сделали часть коряга, которые будут доставаться и доставляться. Основная часть вода. Почти готова. Сейчас уже начался монтаж водопада. Водопад мы будем монтировать из полуха листов. Как мы видим, первая часть уже начата. То есть мы нарезали его на маленькие части и между собой эти маленькие части склеиваем при помощи полуха клея. Формируя русло. Там тоже на самом деле много тонкостей. То есть вода имеет свойство течь туда, куда ей захочется. Но мы ее будем ограничивать. Вот такой водопадик у нас вышел. Примерно такой высоты он будет. И будет стекать, соответственно, с верхней ступеньки к нижней. Сейчас Боша размечает части, где у нас позднее были мортики, где что надо обрезать. Ну, собственно, давайте посмотрим, как это было. Не нельзя сделать все с первого раза клеить. Ну, нельзя. Мы маньяки. Короче говоря, для этого нам не хватает клея. Только по ВХ мы решили использовать здесь наполнительный еще циокрин. Как вы знаете, мы раньше пользовались циокрином жидким. Сейчас мы используем циокрин с активатором. Это практически то же самое. Это спрей с специальной жидкостью. Вернее, циокрин это жидкий, а активатор это специальная жидкость, в которой брызгаешь и сразу у вас все затывает. Это намного удобнее, чем плактаться, подлезть с пульверизатором с водой. Запах тот же мерзкий, но, в общем, это работает. В данном случае нам циокрин нужен был, чтобы закрепить основание вентиляционной трубы под водопад. Мы решили чуть-чуть приподнять. Ну, честно говоря, в тот момент пока было не очень понятно, что мы пытаемся сделать. Но мы, честно, пытались. Вроде бы даже в итоге неплохо вышло. Выносим на ваш суд. Что же у нас получилось? Граждальные бортики. Как мы видим, в бортике у нас тоже так непросто вышло сделать выпиливать, вернее. Чтобы у нас стало все подкоряблено. Бортики нужны, чтобы вода текла именно туда, куда нам надо. При этом каждый водопад, когда мы делаем, обратите внимание, мы делаем, начинаем с некой чаши, в которую поступает вода. А дальше она начинает распределяться по руслу. Это не просто так. В природе происходит примерно так же, если вы подойдете к водопаду и увидите, что у него там есть чаша, из которой уже идет распределение воды. Ну, наверное, если кто был в Сочи, в Крыму, вот водопады примерно так выглядит. Я, правда, думаю, что они выглядят так и в других местах. Но мы особо в других местах не были. Поэтому я заинтересовался на то, что видели. Пластик белый. Бывает черный ПВХ-пластик. Но почему-то в России его трудно достать. Пришлось покрасить. Ну, мы взяли обычную аэрозольную краску и вперед погнали. Мы ей часто пользуемся. Она достаточно быстро сохнет. Если вы думаете, что на этом как бы все, то вы сильно ошибаетесь. Теперь надо сделать русло натуральным. Поэтому мы начали выбрать для этого лаву. Ну, лава легкая, лава хвористая. На ней хорошо растут растения. И с дьем мы будем формировать нашу береговую линию. Лаву мы берем нашу отечественную. Поддерживаем отечественных производителей. Куски разноразмерные. Мы их пока просто прикладываем. Кстати, обратите внимание, там уже появился шланг. Запорный. И появились горшочки. Горшочки нужны для того, чтобы сформировать в пене полости. Куда мы будем сажать крупные растения. Но шланг логично. К ним будет подключаться полка. Теперь нам надо заняться задней стеночкой. И для этого мы используем пену мини, в которую можно приобрести у нас. Кстати, мы теперь торгуем на озоне. Можно просто зайти, набить флоральный планс. И вы увидите там наш магазин. И большинство вещей, которые созданы для флорариумов, мы продаем там. Значит, пену можно использовать еще и для крепления декораций. Собственно, что мы здесь и делаем, чтобы не склеивать кусочки лавы между собой. Мы просто закрепляем пеной. Пена Ньюс, она быстро сохнет. И уже через 10-15 минут можно немножко либо примять, либо надорвать. И уже будет у нас хороший такой планс, который так просто руками не оторвать. Собственно, мы подождали. На самом деле, подождали один вечер. И пена полностью высохла. Теперь мы формируем рельеф. Мы любим, когда все продумано, все четенько. Как мы видим, мы уже перевезли силикон. Сегодня будет самая адская стадия. Силикона уходит много. Это новый вариант силикона, который мы пробовали. У нас еще остался силикон. Раньше мы пользовались силиконом Чемлюкс. Потом мы пользовались силиконом Ультима. В итоге мы перешли на китайский. И сейчас мы наконец-то нашли нормальный силикон, который используют для склейки аквариума в том числе. Пахнет ужасно, когда мы покрываем силиконом. Но это наиболее прочное покрытие. Поэтому мы взяли с собой масочку. Она там раньше мелькала. Процесс обдирания. Это такой процесс, знаете, долгий, творческий. Но ничего. Мы все сделаем. Как мы увидим позднее. Пена. Когда мы ее наносим, если наносить не совсем тонкий слой, а такой слой. Местами мы делаем толстый. Местами бывает, что пена отваливается. Поэтому мы используем шуруповерт с такими вот железными валиками для очистки коряк. На самом деле это не является необходимостью. Но это просто приятно, когда вы делаете хорошо. Сейчас надо убрать остатки кусков пены, которые свалились вниз на дно. Потому что мы будем тестировать водоем. И надо, чтобы в помпу уже ничего не попало. Белый пакетик в кадре. Это не просто так. Это пакетик, закрывающий выходы шлангов. И выходы туманов мы закрываем точно так же. Процесс силиконирования. Мы, конечно, очень устали это делать. Как мы видим, Гоша у нас в тряпочке. Ой, в масочке. Покрываем жирным слоем силикона. После чего вбиваем с устра для покрытия пены. Его можно вбивать просто в пену. Можно покрывать через силикон. Обычно мы делаем через силикон. Так более натурально выходит. Но многие сейчас идут в стадию упрощения. Если мы возьмем просто силикон, через силикон, то это будет дольше держаться. Если мы сделаем просто в пену, оно будет держаться меньше. И через год уже будут видны явные пропрешины. На самом деле вас израстет в любом случае. И не будет видно ни при каком исходе. Это скорее для коммерческих проектов важно. Но желательно, конечно, для себя изначально решить, как вы будете делать. Сейчас вы видите в кадре монтаж вентиляции. Это мы придумали сами. Мы насверливаем просто в коробах вентиляционных отверстия. Безусловно их сначала надо было покрасить. В эти отверстия мы будем вставлять трубки, чтобы эти отверстия не завалило грунтом, который здесь появится позднее. Выглядит не очень аккуратно, но это вполне рабочая штука. Мы потом проверяли ее на разных мощностях. Отличный вариант для тех, кому надо сделать вентиляцию, рабочую в таких вот емкостях, где она только идет сверху. В общем, на самом деле мы, наверное, даже перебдели, но заодно проверили. Все работает. Ну, теперь надо закрасить сами эти палочки, чтобы они не сильно выделялись, бросались в глаза. Русло водопада идет тест. Мы его включили. Кое-где протекает, поэтому доклеиваем уже национальный крылатный клей. Маленькие камушки. Ну и до конца формируем русло, то есть, чтобы у нас не было видно вот этого черного пластика. Это же, ну, некрасиво просто. Помпу мы взяли не просто помпу. Помпу мы взяли управляемую. У нее есть несколько режимов работы. То есть, можно этот водопад делать сильнее или приглушать в зависимости от того, какие у нас с вами потребности. На самом деле, такие помпы даже не очень дорогие, как выяснилось. И это классно, что они стали доступны. Теперь мы наклеили кусочки лавы. Нам надо брать наши бортики. Ну, то есть, бортик останется, но мы делаем пропив в соответствии с кусочками лавы, так, чтобы было еще более натурально. Ну, кое-где что-то отвалилось, надо подладать. И подкрасить места, которые теперь видны снова. Ну, в общем, клеим, красим, пилим. Я бы назвала это так. Наша стеночка уже полностью готова. Ну, вы поняли, да? Мы опять маньяки, поэтому теперь мы еще присыпаем это песочком, чтобы это выглядело прям вообще вот как в природе. Но вдруг кто-то решит отключить этот водопад, и он не зарастет с сини-зелеными водорослями и просто водорослями. Но зато выглядит прям натурально. Мы первый раз так заморачивались, потому что проект для нас знаково, нам очень хотелось сделать хорошо. Мы очень старались. Представляете, а мы уже посадили растения. Ну, пока еще не полностью, но большей частью. Выбирали крупные растения, ну, как обычные эпифидные папоротки. Самое главное, что мы сделали здесь, мы сделали верхнюю крышку. Здесь в этом террариуме, в общем, переделывать террариумы очень сложно. Работы было очень много, посвящено именно латанию дыр, которые были. Вот здесь мы уже насыпали землю. Здесь, вы видите, вентиляция. И мы насыпали все эти листьями магнолий, которые, безусловно, надо обновлять, ну, чтобы не было видно. И вот там вот, в момент был раньше, когда была решеточка сверху. На самом деле, эту решетку монтировали тоже мы. Изначально в этом террариуме ее не было. Террариум был открытый. Сверху, на нем сверху, на бортике ложилась решетка. И я не знаю, почему хамелеон не уходил. Но, в общем, нам пришлось делать вентиляцию. Мы переделали ее полностью. Видите, стекло. В стекле на сверленное отверстие. Между ними находится сама вентиляционная решетка. И она ложится так, чтобы животное не ушло. То есть, поэтому и в этом террариуме можно содержать уже не только хамелеонов, но и каких-нибудь визу. Причем, обратите внимание, мы использовали форсунки уже несколько рядов. Вентиляция у нас там в углу осталась небольшое свободное место. Значит, вентиляция-то как была мощная, так и осталась. И мы добавили сюда зону баскинга, зону УЭФ-лампы. И причем зона баскинга, она сделана при помощи ИК-могревателя 50-ваттного, очень мощного. Это прям больное место было. Это у террариума, что надо было поднять температуру до 35, потому что хамелеон не варил здесь. Ему было холодно. Нам пришлось придумывать систему отопления. Были разные варианты. Мы много обсуждали с заказчиком. Много всяких вариантов. В общем, в итоге мы вывели такой обогреватель с термостатом. И сейчас здесь натыкано огромное количество всяких датчиков, чтобы проверить температуру. Если заглянуть туда, то там тоже небольшой космический корабль. Все мы, конечно, как обычно, скрепили на досочке, чтобы был удобный доступ к таймерам, к помпе, к светильникам. В общем, ко всему. Светильники мы использовали у меня фермер Quantum Board с линзами. Здесь у нас идет бак системы опрыскивания. Здесь уже используется наше удобрение, которое мы используем для растений. Мы сами мешаем. Вот, собственно, щит с оборудованием. Как видите, мы большую часть вентиляции прикрыли, чтобы бедного хамелеона не сносило в космос. И именно поэтому нужна была принудительная вентиляция. Потому что мы, с одной стороны, ее уменьшили, а с другой стороны, нам надо было оставить сильный для хамелеона, чтобы он себя нормально чувствовал. Гибридная лампа. Это к вопросу о том, что бедный хамелеон остался без УФ. И здесь же чуть сверху, позднее будет висеть ЭК-обогреватель. На самом деле он уже висит, он просто поднят. Ну что ж, мы запустились. Наш водопад, пена прошла. Хотелось посадить хищные растения. Насколько нам известно, позднее они не выжили. Здесь случился момент на запуске с таком температурой на 40 градусов. И очень сильно все пожглось. Наш любимый мультикалор сожгались, к примеру. Добавили немножко лиан вот на этом этапе. На самом деле потом лиан добавили еще, чтобы хамелеону было комфортнее. Был период времени, когда хамелеон сидел с филизованными грандисами. Они начали драться. Сейчас тут живет только один хамелеон. Прошло уже несколько месяцев после запуска. Ну, в общем, все разрослось. Такой вот вышел проект. Мы старались. Оценивайте.